Здравствуйте, меня зовут Инна, моего сына Кирилл. Это наш третий видеоотчет о нашей работе с Давидом. Вот я хочу рассказать о результатах нашего вчерашнего сеанса. У нас был небольшой перерыв. Недельки две или три вчера мы опять связались с Давидом. Вообще, как-то так сложилось, что обычно я звоню в первой половине дня. Но вчера, в силу определенных обстоятельств, мы провели сеанс вечером. И минут через двадцать Кирилл пошел спать. И я могу сказать, что наша сегодняшняя ночь очень выгодно отличалась от всего того, что Кирилл нам демонстрировал раньше. В общем, в чем заключалась наша проблема. Кирилл каждую ночь приходил к нам в спальню с мужем, залезал на кровати и остаток ночи досыпал у нас. И, в принципе, это небольшая проблема, уж тем более не проблема аутизма, скорее проблема воспитания. Но дело в другом. Дело в том, что он к нам залезал и с этого момента он был как волчок. Он ни минуты не сидел на месте. То есть, вот он сейчас лег рядом с нами. Через секунду он уже лежит поперек кровати. Еще через секунду я вижу его пятки на своей подушке. Потом он упирается ногами в мужа. Потом головой в меня. И так всю ночь. И в итоге он, в принципе, спит. Он даже не просыпается. Но не сплю я. Меня, конечно, такое положение делало очень сильно не устраивало. Тем более, что подъемы у него очень ранние. Часа, наверное, в половине шестого или в шесть. И учитывая то, что я полночи и так не сплю, в общем, тяжеловато было. Вот вчера мы провели сеанс. Потом после окончания сеанса Кирюша собрался и пошел спать. Заснул достаточно быстро. И ночью он, конечно же, к нам опять пришел. Тут я не буду лукавить. Он опять пришел. Но дело в том, что я этого даже не заметила. Я уже к утру обратила внимание, что рядом со мной спит ребенок. Причем он так очень деликатно, интеллигентно прилег рядом. Он не ворочался, не пинался, не лягался, не переворачивался. Он спокойно спал. А проблему прихода, я думаю, можно решить обычными воспитательными методами. Проснулся он позже, чем обычно. По крайней мере, не рано утром. Проснулся в хорошем настроении, что совсем неудивительно, потому что качество сна было совершенно другое. В общем, я заметила очень позитивные изменения. Это, конечно, шажок небольшой, но шажок в правильном направлении. Я уже по нашему опыту общения с Давидом знаю, что это не просто совпадение. Я рада этому результату. Большое спасибо.